3 октября по церковному календарю отмечается День Австафия, или, как в народе его называли, Австафьевы ветры. Считается, что в этот день можно по ветрам не только гадать, но и с их помощью исполнить желание. Этот день был знаменит своими ветрами, по направлению которых судили о предстоящей погоде. На Руси святого Евстафия именовали ветряку, а этот день прозвали Австафьевыми ветрами. «Ветряк дует всяк», — говорили наши предки. «Потому как дует ветер, судили о погоде. Если с севера — к стуже, если ветер с юга — к теплу, если с запада — к дождю, с востока — к ясным дням». Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Но смотрели и на другие приметы. Если в этот день было тепло и летела паутина, значит, снег выпадет еще не скоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ожидать ранних морозов. По народному поверью, 3 октября ветер мог быть как добрым, так и взловредным, наломать деревья в саду, сорвать красоту с женского лица и по сурной траве развеять. Чтобы этого не случилось, в этот день поутру старшая женщина в доме выходила на крыльцо ветер заговаривать. Говорила она такие слова. «Ветер, ветрище, лети ты на семь высоких лесов, за семь глубоких морей. Не тронь моего следа до следа моих детей, а то заступлю на свои следы, да повесточкой осиновой тебя забью». После этого женщина брала осиновую ветку, воткнутую в крыльцо с вечера, и хлестала по воздуху наотмашь. После этого в ветер бросалась горсть зерна с приговоркой. «Иди к добрым людям». Согласно поверью, на австафье поутру может подняться ветер листобой, срывающий листву с деревьев и красоту с женского лица. Чтобы этого не произошло, девушки и женщины старались 3 октября без надобности не выходить до полудня на улицу. Если же не было возможности отсидеться дома, тогда перед выходом говорили такие слова о заговорах. «Ветер улетай, листву с деревьев не срывай, да мою красоту не забирай». И трижды осеняли себя крестным знамением. Мужчины в день астафья, пока женщины готовили в печи обед, убирали в коровнике навоз, чтобы удобрить им землю. Согласно поверью, тогда урожай будет хорошим. 3 октября считался и праздником мельников, которые отмечали запуском ветряных мельниц. Виновникам торжества подносили различные дары, поскольку в народе считалось, что мельник связан с темными силами, а значит, ссориться с ним нельзя. Поговаривали в народе, что мельники приносят водяному человеческие жертвы, толкая зашедшего в него под мельничье колесо. Да и вообще к мельницам простые люди относились со страхом. Согласно поверью, под колесом можно увидеть русалку, моющую в омуте волосы. В народном обычае к этому времени уже нужно обязательно закончить полевые и дачные работы. Самое главное, что если сегодня срезать качан капусты и съесть сырой листочек, то получится излечиться от любой болезни, верили в народе. Приметы на 3 октября говорят, что если в этот день на ветер загадать желание, то оно обязательно сбудется. Главное, повернуться лицом по ветру и попросить желание в ту сторону, куда дует ветер. В этот день считался особый заговор на ветер, чтобы исполнилось любое желание. Для этого нужно выйти на открытое пространство, повернуться лицом на юг, повернуться и сказать слух свое желание. А потом нужно произнести такие слова. Ветры буйные желание услыхали, рабу Божию перед собой увидали. Желание подхватили и понесли в мир на ветряных крыльях. Желание мое исполняется, как я сказала, так и сбывается. Да будет так. Аминь. Народные приметы предупреждают, что 3 октября, в день Астафия, нельзя дарить подарки, а также принимать что-то в дар, иначе ухудшатся отношения между дарителем и получавшим презент. Поэтому, даже идя на день рождения или другое торжественное событие 3 октября, лучше преподнести денежную сумму вместо дорогостоящей вещи. Считается, что в таком случае никаких проблем не возникнет и дурная примета не сработает. Однако, это поверье не касается мельников, поскольку день Астафия в народе считается их праздником. Мельников, наоборот, 3 октября было принято чествовать и одаривать различными дарами. Считается, что в день Астафия мельника нельзя стряхивать мокрые руки. Их надо вытереть насухо полотенцем, так как упавшие капли способны наплодить нечисть. Полотенце после нужно повесить на улицу, подставив под поток ветра, лучи солнца или же дать промерзнуть. Если же по незнанию или по оплошности все-таки капли упали на пол, нужно дом вечером окурить зверобойно-можжевеловой смесью, чтобы очистить от бесов. Считается, что 3 октября нельзя смотреть в зеркало, пока оно не будет вымыто святой водой. Иначе можно увидеть духов, живущих в зазеркалье, и навсегда от испуга окриветь. А незамужняя девушка в день Астафия, заглянувшая в неочищенное зеркало, может остаться на всю жизнь одинокой. Нельзя, чтобы 3 октября за столом было 13 человек, так как считается, что среди них обязательно будет лжец или лицемер. Если же так получилось, что собралась чертова дюжина, то нужно позвать еще одного гостя. Не рекомендуется в день Астафия покупать новые вещи, так как они принесут неудачу. Согласно поверью, как только их наденешь, сразу же случится какая-то беда или обман. Могут украсть деньги, втянуть в аферу или же подставить. Не стоит 3 октября пересчитывать мелочь. Это верная примета к денежным проблемам и неприятностям с начальством. В день Астафия приметы не рекомендуют девушкам и женщинам выходить до полудня на улицу, поскольку может подняться ветер листобой, который срывает не только листья с деревьев, но и красоту с женского лица. Согласно народным приметам, если рано утром небо белесое, то скоро будет ненастье. Приметы на 3 октября говорят, что ветры сегодня исполняют желание. Если сегодня съесть свежесрезанную капусту, то будет здоровье крепким целый год. Если сырость и туман 3 октября, а также летает длинная белая паутина, примета, что осень будет теплой, а зима со снегом не скоро придет. Еловые шишки низко выросли, значит, скоро морозы наступят. Если высоко, теплая погода еще долго продержится. По примете, а зимой уродят, если ветер в день Астафия с юга дует. Малоснежную зиму предсказывает сухая погода 3 октября. Если 3 октября возле луны видно свечение, примета, что следующее лето будет сухое. Считается, что рожденные в этот день люди смелые, активные и веселые. Считается, что родившимся 3 октября предстоит в жизни много испытаний. Носить им следует нефрит, как оберег. По церковному православному календарю 3 октября отмечаются 11 именин, 10 мужских и одни женские. 3 октября именины отмечают Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Фёдор и Ян. А также День Ангела сегодня отмечают женщины, которые носят имя Татьяна. Субтитры подогнал «Симон»